Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня очередные покупки в FixPrice. Сразу после того, как я сняла вам видео про FixPrice, я на следующий день пошла в FixPrice. Но уже я пошла туда с мамой, представляете? А как я ей все рассказала, а как я ей все показала, как я ее вдохновила, так что у нас снова есть что показать. Кстати, хочу сказать, что то, что вы мне говорили, чеснокодавилка, правильно, хорошо, довилка, довилка, не выжималка. Чеснокодавилка, она говно, я сразу ее выкинула. Мама смеется, сегодня с мамой. Я сразу ее выкинула, потому что она сразу пошла по швам практически, мне даже неприятно было, она не выдавила у меня чеснок, она просто его что-то там поиздевалась над ним, и пришлось его в блендере быстро проделать. Ой, господи, эти словечки. Да, измельчить или измельчить. А почему я вот, кстати, вот с такими цветами, потому что я купила их. Блин, это другое видео. Блин, эти цветы не из FixPrice, простите, но так получилось. Я их купила на классике. А вообще, слушайте, я думала... А, вот почему, потому что вот эта фигня из FixPrice. Я хотела о ней сказать, и почему-то подумала, что в FixPrice. Короче, я купила вот такие букетики цветочков. Простите, вечер. В общем, я купила такие букеты цветов, и засунула их вот сюда. Ну, как раз-таки я еще наполню всякими штучками красивыми. Я просто сразу вспоминаю, мне много говорят, что ты все время говоришь, штучки, штучки, штучки. Ты хоть что-нибудь знаешь? Типа, я не знаю название вещей. Я знаю, просто я как-то привыкла. Так меня воспитали. Прости, мам. В общем, я... На самом деле, у нас был прикол в детстве с братом, с моим. И у нас всегда вот... У меня сейчас, у него это было в детстве, когда он постоянно говорит, я хочу вот это. Вот она такая красненькая. У нас постоянно этот был... Это игра крокодила, или не знаю что. Она такая красненькая, она такая сладенькая. Она вот так вот выглядит, она вот так вот вкуса. Но никак не могли вспомнить название именно вот этого фрукта. Ну, это так вишню, например, или черешню. А я гадала постоянно. Он постоянно говорил, что, что, что. А я гадала постоянно. Говорю, вот это он, да нет. И нервничает, главное. Вот, видимо, от того пошло как-то с детства все. Что я все называю штучками, дырючками. В общем, букеты цветов купила на классике по 15 рублей, кстати, да. А вот примерно такие же по 50 рублей они идут в фикс-прайсе. Вот я, кстати, хотела этот момент сказать, что не все на самом деле в фикс-прайсе дешево. И как бы я смотрю, что-то в фикс-прайсе, что-то я беру у нас на рынке. Потому что у нас на рынке вообще просто нереальные какие-то очень цены дешевые. Поехали дальше. А вот еще хотела сказать, что вот этот спонжик тоже говно. И не покупайте его, потому что он прорезиненный. Какой-то весь прорезиненный. И мне кажется, он вообще впитывает даже в себя всю тоналку. Мне даже жалко было. Я так макнула, вот розовый, который у меня был. Красивый цвет, да, ничего не скажешь. Но даже особо неприятно им красить лицо. Так что не берите. Ну как бы я не советую, вы можете, конечно, попробовать. Если вы тоже такие любите цвет, я взяла. И все. Также мы готовились к осени уже. Вот такие вот штучки я взяла. Это я буду тоже делать декор. У меня потом будет, вот так вот осенью висит. И радовать вас, что уже осень, что еще не зима. А потом мы повесим с вами снежинки. В общем, я хочу как-то соответствовать, чтобы моя картинка сзади соответствовала временам года. Конечно, сейчас уже осень, а у меня до сих пор лето. Но поймите, я просто хочу продлить для вас лето и для себя тоже. Мне кажется, это хорошая идея. Я думаю, вы не против. Так, тут уже мусор собирается, да? Всякие букетики мешают. Мешаете? Отойдите. Не мешайте. Дальше. Я купила вот такие рамки. Я когда их увидела, я поняла, что они просто для моего фона. Ну, посмотрите. Я же понимаю, что я делаю вот такой фон. И я понимаю, что эти рамки для меня. Спасибо, Лина. Они мне нравятся. Они будут у меня. И будут на фоне здесь. Внутри будут фотографии. С моей фотосессией, может быть, когда-нибудь. В общем, мы что-нибудь придумаем, что-нибудь туда воткнем. Короче, я три такие рамки купила. Одна уже висит, но она высоко висит. Вам не видно. Рамки очень классные, очень красивые. Я даже думаю, что можно их как-то розовым тут немножечко сделать. Не знаю, может, мама скажет, не надо. Ну, не надо так не надо. Я не такова прям, чтобы... Вот это выбрала мама. Я бы это не взяла. Но она говорит, смотри, я захочу в туалет. Нет. Про туалет не будем говорить, да? Ночью. Если нужно будет ночью, просто выйти из кровати. Если нужно будет ночью, просто выйти из кровати куда-нибудь погулять. Во двор, например. Тут раз, и включается ночничок, который под рукой прям вот висит на нашей вот такой вот сетке крутой. Ну, или где-нибудь рядом. В общем, там цветы светодиод. И, по-моему, встроенные батарейки, в общем-то. Но мне вот этот больше понравился. Там был еще такой плосковатый, мне не очень понравился. А то, знаете, старинный. Как помните, вот эти мультики были? Там прыгает лампа такая. Мне так нравилось всегда. Короче, прикольненький. Беленький. Все в моем стиле. Белое. Отлично. Еще купили вот такие, смотрите, штуки. Это все для декора вот именно сюда, ко мне. Одна висит, кстати. Вам ее не видно, да? Надо было побольше птиц пройти. Надо же в такие голове, чтобы было видно. Вот это не видно. Может, это, знаете... Кстати, вот это бракованное. Оно у меня не открывается. Вот я одну посадила, а эту, короче, раз. И у меня, видите, сломалась штучка. Ну, это фикс прайс. Что поделать? Ну, короче, я взяла такую не одну. На самом деле, я взяла таких много. Я взяла такие беленькие. Хотя мама говорила, не бери, они салются со стеной. Я вообще смотрю, это правда. Но если сиреневенькую такое яркое пятно не видно, то тем более. А это вот у нас желтенькие. В общем, я не знаю, я их придумаю куда-то. Посмотрите, какие они милые. Такие лапочки. Маленькие, такие синички, воробьички. Я думаю, что они очень хорошо будут. В общем, классные. Мне они очень нравятся. Также я купила то, что говорила вам, да, что это я хочу запихать еще вот в цветы. Вот сюда мне не хватает. И вот туда я уже сделала. Так что будет. Они очень красивые. Посмотрите, какие цвета. Там новых еще завезли. Очень круто. Я не знаю, обожала. Бриллианты. Это бриллианты. Бриллианты за 50 рублей. Где вы такое видели? Потом на кассе случайно увидела вообще одну такую штуку. Их даже немного было. Может, я с вами открою, даже посмотрю. Смотрите. Губки. Типа как брелочек и тени. Но теней у меня дофигища. Вы, наверное, видели мою коллекцию теней? Не из-за теней взяла, а именно... А именно вот это губы. Брелок. Смотрите, какой классный. На ключи повешу. И что? И как им красить? Давайте проверим. Без запаха. Просто прозрачные. Ну, как вазелинчик. Ну, прикольно. Вдруг вот в дороге засохли губы. И страшно нужно их увлажнить. Ну, а главное... Напишите под этим видео, что? Да, главное розовая. Ну, и тени. Кстати, я надеюсь, они не детские. Чтобы они не скатывались у нас вот так вот и не... Кстати, у кого нет хайлайтера? Кто хочет хайлайтер за 50 рублей? Я не знаю, видно вам или нет. Сейчас на мне вы увидите. Посмотрите. Девочки! Ёперный театр! Я купила себе... Ой, мама, нос переборщил, нет? Не, нормально, чуть-чуть, если сделать. Я купила себе хайлайтеры. Блин, у меня хайлайтер один за 3,5 тысячи, другой за тысячу, за полторы. За 500. Не, а тут за 50 рублей. Смотрите. Девчонки. Нос не сильно переборщил. Да офигенский, офигенский, девчонки. Если увидите, я прям рекомендую. Это хайлайтер. Может быть, это тени, но вы знаете, что есть тени как хайлайтер. Блин. Вообще, просто счастье. Я ее при вас открыла и... Счастье! Мам, ты знаешь, что такое хайлайтеры? Ты знаешь, что твоя... Что дочь твоя больная на хайлайтеры? Что, у меня знаешь, сколько хайлайтеров? Я все никак коллекцию не могу показать. Я ими даже не успеваю мазаться. Ну и, естественно, наклейки для декора. Мы взяли вот такого попугайку тоже. Видите? Сейчас я вам покажу его полностью. Я вот... Если видите, маленькие наклеечки, да, вот здесь вот? Есть. Вам не видно на видео здесь, но мне видно их хорошо. Вот смотрите, какой попугайка будет сидеть. Мне кажется, будет классно. Да? Отлично вообще. Вот это по стилю. Также я купила еще одну вот такую, потому что мне очень понравилось. Вот она, видите, сидит. Сидит. Тихонько. Даже не чирикает и не мешает нам. Если вы подумаете, что у меня крыша вообще едет, да? Ну, ничего. Я тут с мамой как бы уже все нормально. Она контролирует процесс, чтобы даже не поехала. Умом не тронулась с ютубом. В общем, и вот такие вот еще эти бабочки. Эти штучки. Эти штучки. В общем, бабочки, да, мне они тоже очень нравятся. Они вот как бы переливаются. Я не знаю, будет их видно или нет, но они прикольные. Они 3D. То есть они будут у нас... Давайте покажу вам. Че вам зря вот ходить? А то вы увидите, да и не до конца все. А я тут уже все покажу, все расскажу. Короче, у них отлепляются немножечко вот так вот. Оп. Получится такая бабочка. По-моему, очень красиво. И переливается. Ну, короче, 3D такие наклейки. Вот их много разных тут. Мне кажется, это стоит 50 рублей. Круто очень. Ну, вот и все. Все покупочки из фикс прайса. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И весело, что самое главное. Мне говорят, что я поднимаю настроение. И вообще, очень рада поднимать вам настроение. Я очень люблю, когда вы пишете вот такое, что вы на позитиве, на настроении. Я стараюсь, в общем, нести радость в массы. В общем, это было все. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А я с вами увижусь в следующем видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.